Не у микрофона, а на данный момент он вернётся, а у нас с вами в пистолетка под номером 2 Я бы сказал так, первая пистолетка под номером 2, вторая карта в рамках ХТБ Три серии, геройка Клуб Найн продолжает свою баталию, свое противостояние И сейчас база Б врывается просто на одного бедного есть так с Кроманом, которые будут играть с Клпы И перетяжка через ТР-спаун слишком долгая, Б-плэнт уже занят И для команды Клуб Найн ничего не предвещает беды По большому счёту, хотя тут, наверное, сложно сказать, что же будет со спиной В итоге ФНС палит свой спот, о нём знает, и он играет из, хотел сказать, возвратную Но, похоже, всё-таки удаётся забрать одного, и Моди сразу же разменивает Но это всего лишь один минус, и первый раунд за командой Клуб Найн Ребята, ну, наверное, сделали для себя очень хорошую стартовую пистолетку И теперь, будучи в атаке, на своём пике будут стараться не прощать А то, как бы, проиграть 2-0 недалеко, потому как героик закрыли карту до Мираж Свой пик уже со счётом 16-11, по-моему, да Что-то такое Ну и пистолетка всё-таки, да, действительно Клуб Найн И что сказать против Форс Бая команды героик я могу Могу сказать только лишь одно Ну, они покупают себе уже Юнпэшку Берёт это дело Моди Также Фрайберг с Кроуманом Ника Вместе берут пистолет И есть так с Юспом без какого-либо Кевлара Ну, наверное, будет уже на авик откладывать уже сейчас Три Калаша, два Фармгана Клуб Найн Давайте вперёд из песни Давайте нам карта Трэйн Которая будет решающей в случае, если всё-таки 1-1 по картам таки получится лицезреть Ну, и тем временем команда героик принимает решение занимать лонг А плэнта вдвоём Это у нас есть так вместе с Ника Моди и компания уже, в принципе, должны понимать Что, скорее всего, подход на лонг будет Потому что потоптал тут немножечко один и второй Но как бы не так Да, всем ещё раз большой-большой привет Пока попил водичку, уже всё началось Очень быстро врываются команды Клоуд Найн, как я вижу, да Взяли себе уже пистолет раунд Но мы что-то подобное вели на Мираже Когда героики взяли себе сами Начало карты И после этого оттуда заваруха И... Благо, патрон хватает На самом деле, очень много по ХП потеряли Тут и как те, так и другие А вот Моди вместе с Кроманом не ожидали Лимит и, соответственно, ребятки 2-0 получают без проблем Да и 3-0 в общем и целом Геройкам нужно сейчас переждать ещё один раунд Надо терпеть Видим, что у Истага есть деньги на снайперскую винтовку В следующем раунде Точнее, появится Но 5 юзпов против хорошего бая Команды Клоуд Найн Это, конечно, будет большим провалом Хотя идея, опять же, были укрепления того же Ланга Немножко глубоко Но всё-таки Шансы на то, чтобы это дело отвоевать Вполне себе имелись Для атаки на оверпассе Ну, для Клоуд Найн, наверное, будет достаточно раундов 7-8 Если возьмут дефолтные 5-6 Мне кажется, этого может не хватить для американцев Чтобы против героиков Ой, как красиво Ой, как красиво Сейчас, походу, кто-то будет водные процедуры использовать здесь Потому что А врыв-то на пятерых Истаг закрывает раш Падает ещё и тарик Какая боль Кроманс Юспа разваливает девайсы Без регистрации СМС Ну, идея Начало было хорошее Но потом пошло, как говорится За упокой уже Потом пошли ребята, да Как бы Но идея, опять же, хороша была В том отношении, что хотя бы выбили 3 девайса То есть лишили Некоторые экономики команды Клоуд Найн Как некоторые? Почти все Они сейчас боятся И в случае проигрыша У многих может не хватить на байон следующий Ну, там, возможно, будет какой-то дропчик Всё-таки присутствует там 4 тысячи у одного 4,5 у другого И это может сработать Если ещё поставить бомбу То вообще Будет плохо Само по себе Но чем стрелять Ребята найдут Хорошо Кому-то Кому-то плохо Да, и само собой Для героиков очень важно Не проигрывать Первый бай За защиту Желательно Хоть сколько-то раундов Вначале взять Чтобы потом Уже пытаться С каким-то набором раундов Обороняться Против тех же самых Клоудная Клоудная На своём пике Они в атаке Грозные Товарищи И я думаю Некоторые команды Остается скадул 6 хп Грустно Грустно Но он об этом не знает Догадывается Что внес Какой-то дэмэдж Но что вот Настолько Красным Оставил игрока Атаки Нет Аутиматик Дожимает Никого Не смог Упрыгать У нас Игрок защиты Подальше 4 в 3 По-прежнему Питая Скадул 6 хп Вырубает ФНС И погибает Также до этого Ещё раз 6 хп И сотенка Аутиматик Пытается Пройти на лонг Но времени Не хватает Бомба лежит И команда Клоудная Отдаёт раунд Но Опять же Средо того Что есть У некоторых Товарищей Деньги Будет хороший Бай Учитывая Что заставили Снайперскую Винтовку И калашников Ну да Бай какой-никакой Будет Разве что Для Раша Возможно Приберегут Какую-нибудь Цезарь Ну вот Остальные Все будут С полной Закупкой Ну вполне Может быть Какой-то Галил Там например С автомармором Потому что Казательно Бая защиты У них Один Довас Лишь только Был потерян Ну раунд За два Для двух Коллективов Тут либо Три-три Либо Пять-один Другого Не дано Ситуация Должна Быть Хоть как-то Вообще Изменяться А то Как бы Героики Могут Закрыть Действительно 2-0 И Как ты сказал Клоднайн Покидает Турни В случае Продуш Да Должны Отдавать Ну точнее Покидать И давать Возможность Дальше Команде Хероик Или наоборот Если выиграет Команды Клоднайн Забрав Свою Уверпасс И выйдешь На трейн И там Показав Свою силу И мощь Американского Кутер-страйка Тут уже Идет Борьба Не на жизнь Насмерть Я конечно Эту информацию Сейчас Попытаюсь Подтвердить Чтобы мы Тут не давали Ложный ФНС Закрывает Моди На Б Плэнте Ответная Картофан Залетает По ФНС Довольно-таки Немало Дэмэджи Получают Американцы Но это все Дел такое Мы с вами Отмечаем Что сейчас На данном Моменте Ребята Из героев Остаются В меньшинстве У них Минут времени На все Про все И Надо бы Как-то Сплотиться Что ли А то Совсем Может быть Плохо 5 на двоих Выходить Очень и очень Просто Но они Коскомпании Укрепляют Базу Б этим Но есть Кому убивать На точке А Это снайпер Которого в прайде Будет не так Легко Казалось бы Но вот Сейчас по-моему Клоуднайн Выйдут в западню От героиков 5 в 3 Конечно Выход более приятный Чем 5 в 5 Но все равно Там битый Тарик Есть чем Откидываться Одна хайушка Может лишить жизни И ФНС И Тарика Вместе взятых всех Какой-то удачный Спрей от Кромана Если он не слепнет От флешки И можно будет Попрощаться С основным костяком А флешка Это где? А где флешка? Где выход? Где Клоуднайн? Вот знаешь Как-то Опять через одну дырку Прошлая карта Закончилась Коннектором У нас здесь На монстре Снова Большой развал И как бы 2-3 Команда героек Справляются С еще одной закупкой И у Клоуднайн Нет денег на бай Но очень просто Сыграли То есть Должна была быть Банальная флешка И уже не говоря Про смоки молтовые В другие части Чтобы отсечь Те же самые бочки Либо же На мост Закинуть Какой-то смок Но вышли просто так Пошел красный Дал информацию Ну а дальше Просто вместе с тиммейтом Разобрались Датчане Очень легко И просто Даже без форса Клоуднайн Будут в этом раунде Только деглы Без арморов Есть одна флешка У ФНС Ну и возможность Пойдет у флешка Куда-то быстро ворваться Хотя Третье главное Намекает нам Потому что Клоуднайн готов Еще немножко Постреляться И только после этого Выйти попробовать В какую-либо точку Расстановка сил на карте Четыре Получается Игрока Атаки На мидли И один Кутбе База Это Аутематик Ждет подсадки Команда Героик В свою очередь Принимает решение Приднимать такую Линию обороны Ровную То есть Не выходить дальше Чем Любой из плентов И это прекрасно Но с другой стороны Неимение информации Дает очень большое Пространство Команде Клоуднайн Которые могут Занять такую позицию Которую героики Могут не ожидать А есть так Заметил игрока На лонге Правда Заметил только одного И тут Тарик Уже будет сам Хотя нет Через бус Будет работать На лонге Но это вряд ли Что-то принесет Какие-то Вообще дивиденды И хорошие Моменты Вот единственное Что врыв под флешку Близкие дистанции Возможно Пара хедшотов Спасет ситуацию Но Три игрока На точке Намекает нам на то Что все-таки Херойки здесь Должны спасаться Если Только не влетающие Опять же Головы Сдеглов Ну вот Просто какие-то Сумасшедшие Хотя нет Перетяжка Да Через коннектор Через респу Потратят на это Еще какое-то время И снова Клоднайн превращается В очень поздние тайминги Мне это Мне очень нравится Потому как Времени тратится Действительно много В никуда И сейчас Буст на 28 секунде Вы серьезно А проходить-то Когда будем Потому что Все больше и больше Времени остается На руку Для команды героек И ооо Еще и Фрайберг Готов к этой подсадке Ну что это Фрайберг просто забирает Двоих, троих Четвертого бы еще Есть четвертый ФНС Последний дает Размен по Адаму Фрайбергу Но это ни к чему Не приводит Кроме как Победы Херойков В этом раунде Да, будет бай Для клаудов И возможно Даже увидим АВП Но нет Не хватает Скадудло Утематик Берет себе В руки калаш Но это просто Пять калаше Плюс хорошая раскидка И еще один шанс На то, чтобы Это дело Реализовать Свою пользу И мы опять же увидим Зеркальную ситуацию Когда клауднайна Давает рераунда После бесследного Сейчас не могут Надевайся Ничего поделать Против команды Херойков Что на карте Демираж Что здесь точнее Херойки Я же был наоборот Да, ну вот говорю Что зеркально Только вот Чуть-чуть Команды поменялись А так Может быть Все что угодно Тем более что Дефенс На верпассе Очень-очень злой Это как команда Будет его себя Позиционировать Ну на самом-то деле Да, действительно Защитой иногда Уж очень агрессивно Выглядит На фоне даже Каких-то тихих выходов Атаки И база И все под Фрайберга И все как бы На монстре Но можно было бы И три на самом деле Там чуть не повезло Но это уже Раша решал Сколько будет Три игрока Два игрока Все-таки Постеребе не ошибся Но Это большинство Для команды Херойка Голову набидно А еще одного Великолепно К Роман Справляется И третьего Вот так вот Изи Ну Клоуд Найд Видимо в тильте Немножечко Сейчас так Через монстр Они повторили Свою судьбу И судьба Несправедлива К ним Как ни крути Не удается Пройти Фрайберга Уже второй раз На базе Ну да Если Позапрошлый раунд Был экономический Там для Фрайберга Вообще было все Вот как на ладони То здесь Два фрага Потом еще помощи Тиммейта Не прочекали воду Абсолютно Были за смоками И что полезли Опять же непонятно Играли не с его Очень открыто И это привело к тому Что просто забили Только одного Фрайберга А дальше то Ну экономик особо не пострелал То есть только один Фрайберг Умер Докупил себе все что нужно А у остальных Игроков защиты Ну Лишь гранаты И то не у всех Потому что Потратили там Только двое-трое Свою раскидку Возможно даже не полную А игроки с Аплента Перетягиваясь Даже не успели ничего накидать Даже не успели Об этом подумать Мне кажется Полторы минуты Времени для команды Клоуд Найд Это слишком много Дайте им поменьше времени Иначе ребята Так и будут холодить А потом выходить На 30 секунд И говорить Ребят Мы делаем буст Вы нас не смотрите А в итоге Фрайберг Просто берет Встает и дает маслину А потом еще и троих забирает В конце концов Ну это вообще шикарно Такого не каждый день Можно увидеть Ну вообще Готовы херойки Да и видимо Все таки ты был прав В том отношении Что карта удобная И по стрельбе Видим что херойки Не проседают На мираже Показывали хорошую стрельбу И игру в целом Но вот и сейчас На пике оппонента Дают жару И могут действительно Не допустить Клоуд Найн До третьей карты А это будет печально Потому что Во-первых Клоуд Найн Являются вроде как Фаворитами В данном матче Немножечко там Перевес имеется Но Как факт Далеко не так Чтобы было Вот Как могли думать Букмейкеры Многие игроки И тому подобное Подход на банане Ой как Сейчас может Это дело Неприятно реализоваться И минус Для Ника Есть параш И далее еще и падает ФНС Размина тоу Тематика И выход снова На двадцатой секунде Что вы делаете Клоуд Найн Верните Мне пожалуйста Мой Две тысячи Какой Восемнадцатом Начало Пожалуйста Да Вот туда Можно вернуться Спасибо За первый столик И вот она Восьмая секунда Утематика Не реализует Свой дил Пять Три Героик Героик Да Пока что Героические Датчане Которые Не боятся Ничего Действительно На руках У Ника Закупятся Остануть Сущие деньги Только один Кром Он не имеет Стабильной экономики Остальные игроки Датской команды Не испытывают проблем Пауза 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 Клоуд Найн Что вы хотите Вынести с нее Вы Делаете Какие-то Очень сумасбродные Раунды Под базой Б Вот эти вот Тоже все Через одну сторону Никаких сплитов Фейки Работают Очень фигово Да и к тому же Как Клоуд Найн Выходит на 30 секунде Этому надо Не знаю Научить наши СНГшные команды Чтобы они Настолько терпели И выходили По итогу На очень поздних Таймингах Тут правда Вот не хватает Стрибы Героики И Контрит Да Притом Контрит Очень здорово И казалось бы Что банальные выходы На Бэтлэнд Закиньте одну флешку Две Три Неважно И выйти Молтов За тот же самый Бокс И ты практически Уже можешь зайти Особо там Не получая Каких-то По шапке От того же Адама Фрайберга Но Но Этого не делает Клоуд Найн Почему Непонятно На девайсных Еще ни одного Не взяли Как это опять же Было на карте Бираж Только херойки Тогда не брали Ни одного девайсного Только в окончании Случилось чудо Когда они смогли Взять свой экономический Забрав Аутематика И фонеска Копорников На точке Б И потом Покатилась Поехала В итоге Херойки смогли Взять 7 раундов В первой половине И просто закрыть Карту На второй А вот А теперь Команда Клоуд Найн Приняла решение Играть медленно Под коннектором Зашли втроем Прошли уже под мид На банане Никого И расстановка Команды Героек Очень опасно Выглядит Такое уже было Сегодня Но Как бы Сказать сложно Что-то Потому как Играли две разные команды Ренегейцы И Грейхаунд А сейчас Это Героек И Клоуд Найн Но схема та же Где-то посмотрел И вот такой вот Банат Четыре игрока Сказка Дудл Забирает На лонге Эйста Но как вариант В принципе И сейчас Больше 4 в 5 Команда Героек Смотрится не убедительно Но это еще не точно Вроде как Да Сейчас сменили В направлении С плента Б На плент А Но Есть у Тимати Который может подставиться Информация будет Для Моди Если он справится Сейчас с Тимати То это будет Как минимум Инфа там пошел Вы Да вообще без проблем Для Моди Он понимает Что на точке Б Он один Никого нет Выхода нет И хелпа Просто будет Сейчас Перетягиваться Ужать него на точку Тачка Тачка Смог Из-за сейчас Россия Что это будет Такая Калява Уже Тома Которая 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 на банк и опять же ворваться и в этой клуб с дистанцией стреляться против снайпера, против других игроков защиты, но нет. Мы будем сидеть опять же до последнего. У нас кончаются раскидки. Эстаг сейчас может получить в бочину, но кромот прикрывающий. Великолепно. Ничего не ждал. Ой, в итоге какой-то вот блайншот не удается сделать. Эстагу, авик, заберите, пожалуйста, верните нам с собой. И 7-3, героики сейчас завернут с собой еще и Клуб Майн, потому что Клуб Майн поедут домой, а героики просто. Так ты подтвердил информацию, да? Да, и там лоу-брекет и матч на вылет. Соответственно, нужно будет пройти еще один путь до четвертьфинала. Там еще будет одна игра. И опять же сейчас по ситочке посмотрю, на кого могут попасть у нас игроки данной пары. А там как раз-таки у нас будет сражение, ты знаешь ли, не шуточное. Либо Моуспорт, либо NRG. Ну, тут как бы, да, посмотрим, чем закончится. Нам бы и этот матч досмотреть, а то Клуб Майн сейчас могут взять за камбэк, и это будет прекрасно. На самом деле очень бы хотелось посмотреть на поезда, но минус от моди, разминатоража, неожиданная позиция Ника для Тарика, хотя это было уже неоднократно и получить три в три. Ребята будут разыгрывать один сторон первой половины. Ну, вот агрессия от героик где-то временами, может быть, даже не окупилась. Раш сейчас очень сильно рискует в игре против болота. Хотя Раш никого не видел, хотя и Кроман осознавая, что явно дверь открылась. Сама, не сама. Да, не ветром, знаете ли, ее открыла, а где-то там был оппонент. Может сейчас вот в одного за контриданную позицию, хотя нужно просматривать еще и бэк и стак ошибочка. Так, промахиваться не ли стоило, действительно не стоило. А сейчас, ой, какую, какую мишку он делает, фазум в ФНС, просто в таверну и далее Фрайберг на позиции Кромана. Вот прочекают в этот раз или нет? Да нет, ты что? А нет, смотри-ка, посмотрели на Фрайберг гадом. Слег 40 секунд времени, а вот тентаймер Кроман Заре уже подошел. Да, бомба на дачку, но Скадул один со снайперской винтовкой, там еще есть флешка, есть также смачок, можно пройти. У Скадул до полтинни хп, даже может быть не фликшот. Проходи, Скадул, долдавай, есть минус по Кроману и не дай фликшот по эйстагу. И восьмой раунд для команды героик. Ну, дачане. Дачане молодцы, восемь раундов подряд. Ряд, кто бы мог подумать, на пике соперника после такого плотного миража, мы с вами видим фатальный провал от Клоуд Найн по всем направлениям. Но вот и замечу, что только пока что одна бомба за те самые девайсные раунды была воткнута командой Клоуд Найн. Только одна бомба. Одна. И все, вот за это время не могли Клоуд Найн хотя бы даже себе заработать 800 долларов только вот в крайний раунд, последний, который был только что в наших ранах. Они смогли чуть-чуть, и вот мы видим, как Кроман по-прежнему лучше в своей команде 14 на сервере, тем не менее. Да, и на сервере, но Кроман это, не знаю, какой-то подарок, наверное, для героиков. Не зря взяли его. Может быть, даже на пробный период называется, триал. Как бы пока что уволен, но после этого турнира возможно принят. Типа того, да. Маника просто берет раша-траша. Как бы это странно не звучало. И, соответственно, полторы минуты времени под базой Б имеется. Да, Утематик, который чекал монстр, но толку опять не дает никакого. И остальные игроки команды Cloud9 концентрируют внимание на мидле, хотя опять же-таки толку от этого. Зеро. Но, Энтри уже оттан, при том, что фраг мог случиться, ждали этого выпада в коннекторе. Ждал, точнее, раш. Но это ни к чему не привело, кроме как к смерти раша. И да, там, возможно, был бы размен, если бы раш все-таки убрал выходящего НИК, а там был снайперской винтовкой ИСТАК, в случае прикрытия мог бы получиться просто размен 1 в 1. И все равно, для Cloud9 это был бы не лучший результат, учитывая, что они могли, опять же, выпасть, ничего не прощекать. Короче говоря, я не знаю, что нужно. Cloud9, наверное, брать паузу, подумать над своим поведением. Там есть тренер. Там есть тренер, который сидит и ничего не делает. Ну, как это ничего не делает? Ты же не знаешь, что внутри команды. Ты не в команде. Я не в команде. Так, все, тихо, тихо. Вот, и теперь команда героек, по-прежнему сохраняя преимущество, имеет 30 секунд за своими плечами, для Cloud9 это звоночек. Они опять зажимают себя в узкие рамки времени. Этого делать явно не стоит, тем более, когда вы собираетесь выходить на АПЛН, где нужно потратить еще и время на раскидку, а вот уже и 15-ая секунда на подходе. А, вон-то еще нет. О-о-о, беда, печаль. Два в два сейчас будет выпад. С ланга у нас приходит еще и Кроман. Да они бомбу не хотят ставить, ты понимаешь? А зачем? Не, не надо ставить бомбу. У меня какая-то. Ну и, по-моему, даже после времени сейчас помрет ФНС. ФНС пытается скрываться в неизвестности. На лонге сэвить своих калашников. Деньги у команды, ну, вроде бы и есть, но их как бы нет. Нету раундов. 9-3. Еще одна. Уже вторая пауза для Клоуд Найн за первую половину. И, ребята, все еще в поисках какого-то... Вдохновения. Вдохновения на камбэк, да. Иначе не бывает, иначе нельзя. Слишком беззубая игра. Ну, вот мы говорили с тобой о том, что Клоуд Найн нужно бы взять 7-8 раундов в атаке. Этого уже не может получиться. Максимум 6. Но, учитывая, что сейчас будет не самый лучший бай, вполне возможно, что будет, может быть, даже и 5, может быть, и 4, может быть, даже 3. Если с такой игрой ничего не предложат Клоуд Найн своим датским соперникам. Вот я пока не вижу ничего, что могло бы команде Клоуд Найн помочь. Ни толковых раскидок. Только однажды мы видели буст, который был затеглом и который Адам Фрайберг вообще прочитал изи, убил и все. Это была единичная ситуация, когда получалось. Но Клоуд Найн сейчас заходит уже, наверное, процентов 80 своих раундов на 20-15 секунде, и это не работает. Окей, не работает, не работает. Попробуем, наверное, Рожби, хотя тут насчет Рожби я бы поспорил. Ребята решили несколько замедлить свой выход и попытаются, наверное, после какой-то информации сделать свой же выпад. Касательно расстановки защиты 3 плюс 2, все как обычно. Банан в исполнении Эйстага, также банан в исполнении Ника и кто-то под Б базой. Это тройка великолепных игроков Моди, Фрайберг и товарищ Кром. Ну вот он, буст для команды Хероик. Чекают болот, там никого не замечают. А вот через диктак уже вполне может быть. А где? Шестерка, вот она. Ага, Тарик все-таки за цементом, там смок, поэтому мы с тобой так рано всполошились. Так он выходил, он назад вернулся, по-моему. Потому что когда мы смотрели на Кромана, он уже был близко под выходом. Ну там уже, да, где-то такой ступил. А нет, подождите, пока что стоит повременить с этим выходом. Все-таки, если выйду и умру, то тиммейты не помогут никак. Так, раскидочка, смок на плент, смок также на хелпу полетел. Можно попробовать, Фрайберг начинает топить в смоки. Но нет, он хотя бы отпукнул, флешка полетела. Они выходят, они выходили на релоде, но все равно удалось выйти, благодаря потому что Automatic с Рашем сейчас делает финальные. Три минуса есть, так, с Амиком против четверых. Оу, ну тут минус Automatic, но как бы не более того. Уже сейчас сейплит его исполнение. И вот после паузы такой контактный выход на базу B был выигран незаслугами команды Cloud9. Фрайберг преждевременно начал спрейд, начнем с этого. Благо повезло, что тиммейт отвлек на себя, хотя тот должен был умирать на релоде. Ну, потратили довольно много еще раз киды. Если бы там какой-то смог еще не влетал, или какая-то даже флешка, и команда Cloud9 в полном блайнде влетала на плент, или там даже при походах из монстра на плент, это было бы все очень печально для Cloud9. Но четвертый себе взяли, хорошо, втроем выжили, не нашли из тага у команды Heroic. А в смысле Тарик взорвался? А, ну, это нормально. Парень взорвался, ну, счет плохой, взорвался. Бомбанул, проиграл. Бомбанул, да, проиграл, так всегда. Кто за рейджи, тот проиграет. Еще пауза для команды... Ага, еще для команды Cloud9. А вам немного там за первую половину? Там вам еще вторую как бы играть, а вы уже все? Они уже все, они уже понимают, что нужно делать сейчас, собрать те самые шесть раундов, которые могут влететь. Но проблема для Cloud9 в том, что у Heroic будут деньги до окончания этой половины. Там остается 7600, 6600 у Истага и Моди, плюс какие-то сбережения еще на руках у Кромана и Ника, если они даже проиграют данный раунд, у них у самих будет денег на бай. Да, не страшно. К тому же его надо еще проиграть, а вдруг они хотят 11-4. Там тоже весьма высокие перспективы. И касательно карты Overpass, вот, значит, вспоминая первую карту Mirage, да, катка была очень сбалансирована на протяжении всей первой половины. И вот как бы не прийти здесь к тому же самому, и в конечном итоге как бы не прийти к победе героек. Но это может получиться, если Cloud9 сейчас отпустят эти два раунда, ведь после прогреша в этом, и даже если будет поставлена бомба, и все что угодно, денег на бай не будет хватать. В этом большая проблема. Для американцев флешка отличная, там контакт от Арика и Моди. Кроман на размере, Кроман погибает от Раша, 3 в 4 можно пробовать и дальше. СТАК вместе с тиммейтем оставляет, правда, одного на лонге, нет, оба риетируются на Аплент, но никуда Cloud9 еще не вышли. Это большая проблема. Могли бы сейчас ворваться на точку B, понимая, что двое вошло с зигзага, и можно было самим выйти лишь на одного Фрайберга. Можно, но опять же таки, они не имеют полной информации о перетяжках соперников. СТАК уже на базе B в 9, и вот Ника. Позиция весьма близкая к приемке Аплента, и она, как с одной стороны, хорошо на него действует, так же и противодействует. Так что нужно лишь только верить, что Cloud9 будут делать микроошибки, которые заставляют их не чекать какие-либо из направлений. Или выходить на 20 секунде. Ну, или выходить. Это уже даже, знаешь, пассивка у них такая. Выходить на 20 секунде. Почему бы и нет? Они собирают просто ачивки, да, какой-то большой ачивки по выходу. Да, может быть, кстати говоря. И вот коннектор. 2, 40 секунд. Тишина просто. Никто не двигается. Как это вообще? А, ну тут заподняно Нику. Ах, Ника сам подставился. Инфа пошла. Погибает Фрайберг. Но вот тут уже херойки сами не вытерпели, и пошли искать команду Cloud9. Где-то пытаясь подловить их в неудобном положении. Может быть, на гранате. Может быть, где-то на спиной повернутыми к ним. Но нет. Ждали Cloud9. Ожидали любой агрессии. Бомба ставится. Эстак вновь в последней в своей команде. Снайверскую винтовку сэйвить будет. Дропы даст. Ну, на последний раунд первой половины у херойков, как я уже говорил, даже без этого сэйва все было бы хорошо. Но приятнее играть с полной раскидкой. И, ну, пить урочка для Cloud9. Они все-таки смогли взять но я что-то даже не знаю смогут ли они выйти на шестой для себя. Если да, то нужно будет брать 100% пистолетный раунд. Потому что какая-то ошибка в девайсном от Cloud9 в защите. И вы уже подпускаете датчан все ближе и ближе к победным матчпоинтам. Да, вот это уже действительно. И эстак, и сэвп. Ну, за сэйвит вообще хорошо будет на самом-то деле. Оу! Оу! Ну, вот это было неприятно. На 10, 5 или же 9, 6. На самом деле, разницы особо для меня нет. Команда Cloud9 либо готова к стороне защиты, либо не готова. Вопрос не в том, сколько раундов они взяли за первый план, а сколько они раундов возьмут за сильную сторону. На карте дэвер-пасс для них. Ну, нам остается только ждать, когда команды это покажут. Пока что действительно, наверное, не то чтобы супер важный раунд, но Cloud9 нужно в атаке добирать свою шестерочку, чтобы, ну, хотя бы как-то безопаснее себя чувствовать. Хаешка отличная, должна быть под ноги команды Cloud9. Отличная! Сносит Рашу и Тарику больше половины хп. Правда, там было две хаешки, если не ошибаюсь. Там еще тиммейт помог. Главное, что результат достигнут. Ну да, срезали хп, тут буквально два потом на втушку и прощай, команда Cloud9, хотя бы двое игроков, раскидка Planeta B, правда, под нее никто не врывается пока еще. Да, и там на самом деле попахивает фейк Cloud9. Это может получиться, хотя, возможно, сейчас просто перетянут понимание, что, возможно, это фейк, убегут некоторые на Аплэнта, а на самом деле команда Heroic даже не двигается, они просто это ждут. Ноги и гранаты полетели, и что дальше? А что дальше? А дальше надо реализовывать себя, но не на 20-й секунде. Избавьте меня, пожалуйста, от этого. Хватит эти 20 секунд использовать, потому как оно у вас не работает. А вот если бы это тут были флипсайды старого такого формата, то кто знает, может быть, они бы и смогли бы воспользоваться этими таймингами как надо. Но как ни крути, информация по карте у команды Cloud9 в большинстве своем присутствует, за исключением Медла, Фонтана и Лонга, и в остальном подход к базе был уже более чем очевиден. Ну и вроде пошли Моди, замечается Раша, видит также игрока на коннекторе, можно бы отойти Флешка, но Моди как же грамотно выбрал позицию Фрайберг на ХЛП, 5 в 3, точнее даже 3 в 5 будет выпад, Флешка, пока что не замечает ее команда Cloud9, выходит Скадутл, прошивает очень сильно, Кровно отбивает его Скадутл, но Моди, разменяя аутиматика, открывается на плент, погибает также Фрайберг, 2 в 2, ситуация уже для команды Cloud9, ставится плент, у Хероиков нет, Дефьюз Китов, где Дефьюз Киты, братья? Где-то здесь, вот где, вопрос, конечно, интересный, и позиционка команды Cloud9 тоже очень симпатизирует. ФНС на Монстре, а второй аутиматика обходит через шорт, ну, вариативность присутствует, главное, чтобы реализация не подкачала, а то бывает и такое, что вот бомбу там в смоках дефьюзит, хотя киты и смог отсутствует, и как бы, чего только не встречаешь. Аутиматик вышел на контакт, одного смог, второго не смог, но по-прежнему, вот они Дефьюз Киты, нормально, подобрал Ника, но где, где тот самый сел, тупую, и не дефьюзит, но ФНС слишком легкий фраг. Молодец, да, 9-6, и в итоге героики вышли на хороший счет с Клод Найнами, главное, чтобы пистолетка ушла за американцами, иначе героики разойдутся не на шутку, такое вполне себе реально. Ну да, фактически, пистолетный раунд, пережитый форс, а дальше антиэка, один девайсный раунд, у тебя уже 14, и ты на коне, Клод Найн, не на коне. Ну да, да, вот, соответственно, как это было в рекламе, посмотри на меня и на своего мужчину, я на коне. А потом снова на меня? Да, потому что я на коне. Ну да, да, тоже интересный вариант. Но героики общаются, то есть видишь, что вот не все, не все у них сразу готово. Клод Найн сразу прописали, прописали о Рэде, да, ты уже героики, тут как тут. Ну, ребята, дорогие друзья, это очень важный матч, потому что играется это дело за вылет, если героики в таком матче обыграют Клод Найн с счетом 2-0, я думаю, что у Клод Найн составом что-то должно произойти, как-то результатов не особо-то и много. Ну, то есть, да, фактически Клод Найн отвалились сразу же в нижнюю сетку, начали бороться только там, им достались не самые сложные оппоненты, команда Шаркс, ну и с ними были проблемы, у Херойков было в этом отношении все как-то вот посложнее, они выиграли свою первую, потом поиграли команде Нави, то есть, как мы знаем, не самый легкий противник, хотя Нави там тоже вчера показывали некоторую дичь. Принесите мне того, что я еще не пробовал. Вот, и получается, что хэдшот ФНС ловит сразу же, ой, ну нет, ну нет, так, минус 3, ну нет, не надо, ну ребята, ну все это было, сейчас 4 на Б, и в итоге Тарик выходит, убирает Бонкерри, умирает, но как все изначально было хорошо, и как через секунду стало плохо, просто... Пока там они межевались между этими бочками и водой, пока они там пытались, что-то друг с другом, я даже не понял, что они пытались сделать, на самом деле. Они застахали друг друга. Они застахали, просто они что-то там шевелились, это заметил Моди, и дал информацию САГ, который вышел с зигзага, и просто пак-пак-пак, и все, минус 3. Печаль. 10-6. Ну, теперь 10-6, команда героев продолжает лидировать в счете, да, Клод Найнам придется теперь работать с Флорсбаем, Тарик Скалл без Кевлара, СДшка для Скадудла, и Аутиматик Раш ФНС, старые каски, и СДшка с деглом вариативности. По-моему, сейчас Херойки не будут особо дождаться действия от команды Клод Найн, ворвутся на точку Б, где-то 5 в 2 примерно, а на планете у нас две Чешки всего лишь, очень далеко Клод Найн от позиции, хотя через трениров вполне может быть... На это, это похоронка здесь же, на планете Б, ФНС, должны вообще без шансов чувствовать, не чувствовать, закидываться полностью в Атамар, в Атамар, в Атамар, в Атамар, в Атамар, по Молтам, ничего не страшно, минус 3 уже в плане команды Херойк, битый Аутематик, нужно ставить Автор Эрмор и Диггл, Тарик также на девятке, смещается все дальше к Плентуа, где, конечно, попытается найти для себя фраг, но Херойки закрыто, поставили бомбу и просто убежали, кто куда, кто в Монстра, кто на зигзаг, кто возле Плента, трется, но очень... Да, там далеко, поэтому для Тарика здесь не будет ни одной жертвы. Ах, 11-6. Вот неприятно видеть такую ситуацию, Cloud9 на Оверпассе совсем не узнать, если на Мираже что-то включилось у них, то вот на Оверпассе совсем все грустно и вот бестрейно уходить как бы не хотелось мне, но придется тут вариантов не так. Я так примерно ждал Даст-2, когда он случится, и кто-то не доигрывали, то его не выбирали, и я дождался, это был 12-й час трансляции, у меня уже в глазах показывали мультики какие-то цветные. Мультики? Да, как бы выжить, но я досмотрел Даст-2 вот с полком и кровью. Как тебе мультик на Даст-2? Нормальный мультик? Красочный, хороший мультик, отличный был мульт, но игра там была, конечно, тоже такая завораживающая, я посмотрел для себя, в первую очередь, много всего нового, потому что Даст-2 моя любимая карта, и профи мне показали, как нужно там действовать, или наоборот, не действовать, как не нужно врываться. Там, как не нужно врываться, показывает Cloud9 тоже, записывает там, в блокноте к себе, как-то 4, а то и 5 апланты, и героики говорят, субботная касса, милости просим, заходим, все хорошо, и сейчас, блин, на халяву забрать это, хотя, значит, фармганы, грустные фармганы, когда они делают никаких минусов. Они сейчас пойдут искать 100%, отдавать их не такая большая проблема, потому что и так вроде как оппонент должен быть бай, а вот на фарме себе лишние 600, 1200, 1800 будет только за радость, тем более, что Cloud9 сейчас не стакаются все вместе, они что-то по одному разряжаются, разбегаются, это прям подарок, хотя вот на тест-пауне вроде как в большинстве ну, сработать. Ника, если бы он знал, сколько людей за его стеной, сколько там подарков лежит, нераспакованных. Про подарки зря, ты вспомнил, Новый год еще не скоро, какие подарки, ну? Ну, подарки не только на Новый год бывает, на день рождения, такого праздника не существует, как это день рождения, день города, ты не получаешь подарки на день города, а как же салют? Какой подарок может быть на день города, когда я пытаюсь лечь спать, а у меня салют под окном бабахает, вот особенно в Москве, когда я из пушек стреляю, ты такой, что это вообще такое? Это подарок. У меня контрстракт весь день, а и тебе подарок перед сном, спасибо. Спасибо, да. Теперь ты будешь знать, что это, за это нужно благодарить, когда у тебя стекла трясутся, и ты не можешь уснуть. Стекла трясутся, такого пока что еще не было, но, видна опция за отдельную плату. Да. И таким образом, четыре карта плюс ВП для Скадула без Кевлара, 12-6 и двукратное преимущество для команды Героик. Вот он банальный, Молотов на старт, который сейчас на зигзаг предзлетел, не на бочке, но все равно обеспечил команде Героик позиции, как минимум, чтобы не прошли так быстро, либо уже не так бодро. Тарик тем временем находит одного из оппонентов, размен от Фрайберга, и еще и Фармск, Катутла не отпускает Фрайберг Адам. Его не Фрайберг пусть не пустил, а стена, с которой он вкопался. Но, неважно, Аплант уже занят как бы Кроманом, да, Раш забирает на БМОДе, что он там забыл, непонятно. Он поставится два, хотел сказать, Фармагана, но нет, Фрайберг с Кольтом, и Кроман позиция в Смоку, очень опасная. Как он это сделал просто? Как он живет? Флажка от тиммейта, нормально. У него третий армонд, что ли, как в Пабге, или что? Откуда вообще столько ХП у него остается после каждых перестрелок. И у него там заспреили, вообще все шикарно, и как он это делает, непонятно. Он еще с Айвиком взял, на простелы будет отрабатывать, Смок влетел, а вот со Смоком это уже проблема. Минус один, а вот дальше Раш очень быстро поспел, дефюски-то не имеется, но времени хватает для команды Cloud9, чтобы это дело реализовать свою пользу. Раш, трипл, нет, даблкил, прошу прощения, почему-то не отображается триплкил, но это уже отдельная ситуация. Наверное, от Фрайберга осталось этот Counter-Strike, его на введя. Прямо здорово, но пять раундов еще отделяет команду Cloud9 хотя бы отрем ничьи, у них нет большого запаса по экономике, точнее, его нет вообще. Видим, закупается Юмфамас для Тарика, там тоже не будет Эмки, потому что слишком мало денег, но первоармор Фамас, у Херойка все хорошо, снайперскую винтовку в этот раз не берут, еще остаются деньги для того, чтобы попробовать в случае чего в следующем раунде. Да, для команды Cloud9 этого отметить нельзя. Вот знаешь, они берут просто Фамас, они берут Юмпешку, Кольт, АВП, и все это под полный фарш, как бы, если что, молек у товарища Раша, и соточки остальных ребят, да, и неприятный момент, что в случае проигрыша они отдадут 14-й, они отдадут даже чисто гипотетически 15-й, кроман выходит на соло-б базу, уже врываются другие ребята, и как бы... А что, сейв, сейв, все. Что? Других вариантов нет. Куда же пошел Тарик? Тарик идет на сейв, да, ему все равно, видимо. У меня, говорит, есть Фамас, я его продемонстрирую, да, но это был очень промежущий шаг. Да, я понимаю, что хочется забрать себе Калашников вместо Фамаса, но... Лучше, чем ничего. Тиммейт на девятке, он даже не может тебя разменять. Фактически, это не обязательно был мув совершенно, ведь только одна снайперская винтовка остается по факту у команды Cloud9, и 1400 у остальных это форс, тут даже не экономический, вероятнее всего. А там уже может быть и форс до окончания. Ну смотри, штука 400 на руках у Фенеса и Тарика, а ты проводишь полный экономический, у тебя 3500. У них же сейчас первая серия, да, первая раунда они сливают. Да, у тебя 3500 на руках, ты такой типа с юмпами, но... А там еще и скадубы убили, снайперская винтовка упала. Вот это уже точно форс. Не засейвили, но очень быстро. Вот почему бы не сделать такие раунды в команде Cloud9? Четвертая пауза для клаудов. Интересно, ну что придумают они? Они не смогли придумать за три предыдущие паузы ничего толкового, а сейчас на четвертой при таком счете они должны сделать что-то реально жесткое. Ну, что можно подложить? Вот что можно сделать в такой ситуации, когда у вас ну, в буквальном смысле Кроуман гуляет по Бэйпланету как дома. Ну, это как в стиле того же самого конфига, который тоже делает все, что хочет с оппонентами на Верпассе, конечно, если не команда Астралец, Ли Фейс, но в целом парень Оверпасс знает, как свой родной. Друзья, это, возможно, последняя карта для команды Cloud9 и это печально. У нас, да, сегодня еще будет один Best of 3, там еще на параллельном матче на основном сражаются команды Space Soldiers и Liquid и там Space Soldiers что-то. Ну, это третья карта, что ли? Ну, первая закончилась, когда она закончилась. То есть у нас примерно параллельно к матчу. Ну, они раньше нас начали второго... А, вторая карта, все прошу общения. А то я что-то думал, что они уже там давно играют. Не, они вместе сами начали, то есть мы закончили, они закончили первую карту. Это шикарно. Вот, и укрепление на базе БФ4 игрока Cloud9 основа ошибка, как мне кажется, из Кодудл Солянова на пленте с полным набором. Я буду вам показывать, как нужно держать Аплент. Только вот, к сожалению, миг. Да уж, Аплент открыт, и команды Херой как будто читает, и у них, возможно, X-Ray не выключены, они просто знают, где кто находится, и выбирают потенциально правильное место, взрывают Шкодудла, ФНС на банке, но выйти не может, погибает. Также Тарик, 3 в 5, но, да, есть минус отража, но это какой-то нужно такую фатальную ошибку допустить команде Херой, чтобы слить данный раунд, но, по-моему, одному Фрайбергу, но моментальный размен, раш с калашом, этот калаш нужно сэвить, уносить уже куда, там, да, чуть-чуть раш на терапский спаун с этим калашом подарочным, типа, все, это мое. Вот с ним можно попытаться, там первый армор, да, флешка, но можно отдать чешку, например, тиммейту, это уже будет 2 чешки плюс калашников, но это все намекает насчет 15, ну, ладно, уже одна чешка. Раш уже далеко, да, на раш уже совсем далеко, и это 14,7, экономики снова нет, денег нет, но вы держитесь, ребят, вам надо как-то поддерживать свою моральную и физическую составляющую. Это, конечно, да. Ну, и такое случается, опять же, по коэффициентам, немножко впереди были команды Cloud9, хотя по вчерашней игре я бы даже пол булочки на них не рискнул заливать, наверное, как и на команду Heroic, но если бы у меня были бы платным личная кнопка для клавиатуры, я бы, наверное, Heroic of Lill, чтобы получить еще одну кнопку на клавиатуры. Да, еще одну кнопку для вливания кнопок. Это неплохо, да. Рабочая кнопка. Женя ставит котов, я ставлю кнопки. Жалко, у вас никто здесь не ставит что-нибудь еще, но об этом, об этом немного попозже, ведь команда Cloud9, пистолеты, три штуки, калаш и скал для Тарика. Но будут форсировать, да, до окончания половины, потому что в обратном смысла нет, и выводить на 15-ю команду Heroic явно Cloud9 не хотят, и есть шанс, какой-никакой, даже на следующем раунде, если вдруг проигрывают, ах ты, как ловит лицом Тарик пули, и скадудл со смоком в руках, нет, не со смоком, просто получает по голове от эстага, три в пять, опять же, удачный выход для датчан, без шанса, абсолютно, для них, кроме того, для себя еще тематика, раш реализует калашников, но слишком поздно, и нужно сейвить его опять. Нужно сейвить его опять, но, что, не позволяет, к сожалению, что бы сейчас не делали Cloud9, заложники чего, правильно, плохой игры на карте Девуэр Пазда, и к тому же Мираж залили тоже такой вот очень своеобразный, и сказать о том, что Cloud9 плохо провели на этом ивенте себя, я бы не стал. Вообще, на самом деле, очень нравится мне эта команда, нравилась, во всяком случае, пока не начались проблемы, а после ухода с Тьюи Тукеи как будто бы подменили. Ну, пришел ФНС, говорят, что что-то он хорошо внес в команду, но то, что делал с Тьюи, мне кажется, ни один из евроамериканских игрок не мог. Такого игрока получается СТьюи как наш, не наш, а украинский Симпл. вот, что? Нету СТьюи, нету Cloud9, того задора, той машины. Да, есть тот же самый Automatic, но видишь, Automatic тоже уже не так, как раньше. Ну, и Тарик на карте Уверпасса имеет только 7 фрагов, всего лишь семерочку для Тарика, который на Мираже вносил некоторый раздор в команде Хироик. Тут у нас опять выход по точку Б, снова минус 2 размена, но только один, по Фрайбергу, 4 в 2, раунд, циклен с 25 секунд, практически Cloud9 действовали абсолютно наоборот, у них было в 20 секунд до окончания времени на таймере, но это, конечно, все очень похоже на то, что у нас будет 16-7, и вторая карта уйдет также в команде Хироик, это 2-0, попрощаемся с командой Cloud9, и... Ты зря так сказал, сейчас попрощаем, ну ладно, сейчас точно. Попрощаемся, нет, здесь уже вариантов немного, в какой-то момент, я не думаю, что даже если в этот раунд брали Cloud9, они его взяли еще 7 подряд и вывели все это на овертаймы, и он еще и сгорел, Тарих просто сгорел. Так, 16-7, и вторая карта уходит за командой Героик, я напоминаю, что это финал ESL про лиги 7-го сезона, у микрофона по-прежнему студия Рухап, Олег Мингот и Андрей Анишарат, и я сегодня с вами прощаюсь, а Олег остается? Конечно, я остаюсь, еще мы будем со Смайлом комментировать третью сегодняшнюю